Пострадавший без сознания, отсутствует сердцебиение и дыхание. Человек нуждается в сердечно-лёгочной реанимации. До прибытия скорой помощи её могут оказать те, кто находится рядом с пострадавшим. Как правильно действовать в такой ситуации, теперь знают школьники Белгородской области. Они участвуют в образовательных сменах инжиниринговой школы НИИ и БелГУ. Проводятся две смены. Одна уже прошла, в которой приняли участие 17 школьников из Белгородской области. На данной смене проходят обучение детей из 10 районов, 20 школьников. И каждый из этих ребят – это ученики 7-9 классов, которые мечтают стать медиками. По факту это наши будущие абитуриенты. Смена длится три дня. У них программа 2-6 часов. По итогу дети получают свидетельства обучения, которые потом могут применить непосредственно перед поступлением в ВУЗ. Это даст им дополнительные баллы. У школьников есть уникальная возможность получить не только практические навыки оказания помощи и проведения медицинских манипуляций, но и в буквальном смысле прикоснуться к будущей профессии. Например, почувствовать себя хирургом на виртуальном симуляторе для эндоскопии. Я хочу поступить на медицинский, окончить его успешно и стать медиком дальше в дальнейшем. Мне хочется стать либо хирургом, либо каким-то терапевтом, потому что это моя мечта с детства. Я этого очень сильно хотела и очень сильно к этому стремлюсь. Очень интересная была экскурсия. Мы рассказали много нового, на самом деле полезной информации, которая, возможно, даже мне пригодится в будущем. В программе курса запланированы различные мастер-классы и экскурсии. Посещение научно-исследовательского центра нейрокогнитивных наук и нейротехнологий. Занятия на фабрике «Бережливая поликлиника» и в институте дополнительного медицинского и фармацевтического образования. Основную роль, которую демонстрируют эти практические навыки, выполняют наши тьютеры, наши помощники, наши волонтеры. Они являются студентами. И учитывая то, что они сами еще молодые люди, они прекрасно понимают настроение своей школьной программы. Они еще далеко от школы не ушли, поэтому много вещей именно в такой доступной форме. Образовательные смены помогут школьникам подготовиться к финалу всероссийского конкурса «Агро-НТИ», который пройдет в Орле в сентябре этого года. Обучение проводится при поддержке Росмолодежи и Ресурсного младежного центра в рамках проекта «Формирование и развитие линкомпетенций школьников и молодежи». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова